Антология чтений Слов Всемогущего Бога Об именах и личности Если ты желаешь быть пригодным для того, чтобы тебя использовал Бог, ты должен знать работу Божью. Ты должен знать ту работу, которую Он совершил ранее, в Новом и Ветхом Заветах. И кроме того, ты должен знать Его работу с сегодняшнего дня. Иными словами, ты должен знать три этапа Божьей работы, проводимой на протяжении шести тысяч лет. Если тебя попросят распространять Евангелие, ты просто не сможешь этого делать, если не знаешь Божью работу. Люди будут спрашивать тебя все о Библии и о Ветхом Завете и о том, что Иисус говорил и делал в то время. Они скажут, разве ваш Бог не рассказывал вам всего этого? Если Он, Бог, не может вам рассказать, о чем на самом деле повествует Библия, тогда Он не Бог. А если Он может это сделать, то это нас убеждает. В начале Иисус много говорил о Ветхом Завете со Своими учениками. Все, что они читали, было из Ветхого Завета. Новый Завет был написан лишь спустя несколько десятилетий после распятия Иисуса. Чтобы распространять Евангелие, вы должны в принципе уяснить внутреннюю истину Библии и Божью работу в Израиле. Иными словами, работу, проделанную Иеговой. И вы также должны понимать работу, проделанную Иисусом. Это те вопросы, которые больше всего заботят людей. И они не обладают пониманием этих двух этапов работы. Когда распространяете Евангелие, в первую очередь отложите в сторону разговор о работе Святого Духа сегодня. Этот этап работы вне пределов их понимания. Потому что ваше стремление является самым возвышенным из всего. Знание Бога и знание работы Святого Духа. И нет ничего более возвышенного, чем эти две задачи. Если ты сначала будешь говорить с людьми возвышенным, для них этого будет слишком много. Ибо никто из них не имеет опыта такой работы Святого Духа. Она не имеет прецедента. И человеку ее нелегко принять. Их опыт включает в себя архаичное из прошлого с некоторым опытом, изредка выполняемой Святым Духом работы. То, что они испытывают, это не сегодняшняя работа Святого Духа и не сегодняшняя Божья воля. Они по-прежнему действуют в соответствии со своими старыми привычками, не имея ни нового света, ни новых вещей. В период Иисуса Святой Дух в основном выполнял свою работу в Иисусе, в то время как те, кто с непоколебимой преданностью служил Иегове, носили священнические одежды в храме. С ними также работал Святой Дух, но они были лишены способности ощутить волю Божью на то время и просто оставались верны Иегове в соответствии со старыми практиками, не имея нового водительства. Иисус пришел и принес новую работу. У пребывающих в храме не было нового водительства, как не было у них и новой работы. Служа в храме, эти люди могли только придерживаться старых практик. Пока они оставались в храме, у них не могло быть нового вхождения. Иисус принес новую работу. Иисус не ходил в храм, чтобы совершать свою работу. Он работал лишь вне храма, ибо масштаб Божьего труда давно уже изменился. Он не работал в храме, и когда человек служил ему там. Это могло лишь сохранить все так, как было, но не могло принести какой-либо новой работы. Подобным же образом религиозные люди сегодня все еще поклоняются Библии. Если ты распространяешь среди них Евангелие, они будут спорить с тобой о Библии. И если в то время, когда они говорят о Библии, ты, находясь в растерянности, не находишь нужных слов, тогда они подумают, что ты неразумен в своей вере, что ты даже не знаешь Библии, Слово Божьего, и как можешь ты утверждать, что веруешь в Бога. Тогда они посмотрят на тебя свысока и скажут, «Уж если Тот, в Кого вы верите, является Богом, так почему же Он не расскажет вам всего о Новом и Ветхом Завете? Поскольку Он перенес Свою славу с Израиля на восток, почему же тогда Он не знает о работе, совершенной в Израиле? Почему Он не знает о работе Иисуса? Если вы не знаете, тогда это доказывает, что вам об этом не сказали. Будучи вторым воплощением Иисуса, как мог Он не знать этого? Иисус знал о работе, совершенной Иеговой. Как мог Он не знать этого? Когда придет время, они все будут задавать тебе такие вопросы. Их головы полны всего такого. Могут ли они не спрашивать? Пребывающие в этом потоке не концентрируются на Библии, ибо вы в курсе каждого этапа, совершенной сегодня Богом работы. Вы засвидетельствовали выполнение каждого этапа этой работы своими собственными глазами. Вы ясно видели три этапа работы, и поэтому вам пришлось отложить Библию и перестать изучать ее. Они же не могут не изучать ее, ибо у них нет знаний этой поэтапной работы. Некоторые люди спросят, в чем разница между работой, проделанной воплощенным Богом, и работой, проделанной пророками и апостолами прошлых времен? Давида, как и Иисуса, также называли Господином. Хотя они выполняли разную работу, называли их одинаково. Почему, скажешь ты, у них были разные личности? То, о чем свидетельствовал Иоанн, было видением, и оно также пришло от Святого Духа, и он мог говорить слова, которые намеревался сказать Святой Дух. Почему личность Иоанна отличается от личности Иисуса? Сказанные Иисусом слова могли в полной мере представлять Бога и в полной мере представляли Божий труд. То, что увидел Иоанн, было видением, и он не мог в полной мере представлять Божий труд. Почему так? Что Иоанн, Петр и Павел говорили много слов, как и Иисус, в то же время их личности отличались от личности Иисуса. Главным образом, по той причине, что выполняемое имя работа была другой. Иисус представлял Духа Божьего и был Духом Божьим, Который работал лично. Он выполнил работу нового периода, ту работу, которую никто до этого не проделал. Он открыл новый путь. Он представлял Иегову, и он представлял самого Бога. Что же касается Петра, Павла и Давида, то независимо от того, как их называли, они представляли лишь личность сотворенного Богом существа или были посланы Иисусом, либо Иеговой. Поэтому независимо от того, как много они трудились, независимо от того, насколько великими были творимые ими чудеса, они, тем не менее, были всего лишь сотворенными Божьими существами и не могли представлять Дух Божий. Они работали во имя Бога, либо были посланы Богом. Более того, они работали в периодах, которые начинал либо Иисус, либо Иегова, и выполняемая ими работа не была самостоятельной. В конце концов, они были всего лишь сотворенными Божьими существами. В Ветхом Завете многие пророки изрекали предсказания, либо писали пророческие книги. Никто не говорил, что они были Богом. Но как только появился Иисус, еще до того, как Он изрек хоть единое слово, Дух Божий засвидетельствовал о нем, как о Боге. Почему так? На этой стадии ты уже должен знать. Прежде апостолы и пророки писали различные послания и сделали много пророчеств. Позже люди выбрали некоторые из них и поместили их в Библию, а иные были утрачены. Поскольку есть люди, которые говорят, что все сказанное ими пришло от Святого Духа, то почему же что-то из этого считается хорошим, а что-то считается дурным? И почему некоторые были избраны, а другие нет? Если это действительно были слова, изреченные Святым Духом, разве была необходимость людям сортировать их? Почему рассказы об изреченных Иисусом словах и проделанной им работе отличаются в каждом из четырех Евангелий? Разве это не вина тех, кто записал их? Кое-кто спросит, раз написанные Павлом и другими авторами Нового Завета послания и сделанное ими работа действительно отчасти исходили от человеческой воли и туда примешивались человеческие представления, то разве нет человеческих загрязняющих примесей в тех словах, которые ты, Бог, изрекаешь сегодня? На самом ли деле в них не содержится ничего от человеческих концепций? Этот этап, проделанный Богом работой, совершенно отличается от того, что был выполнен Павлом и многими апостолами и пророками. Мало того, что существуют различия в личностях, но есть принципиальная разница в той работе, которая совершалась. После того, как Павел был повержен пред Господом, Святой Дух вел его для выполнения работы, и он стал одним из посланных. И поэтому он писал послания к церквям, и все эти послания придерживались учений Иисуса. Павел был послан Господом, чтобы работать во имя Господа Иисуса. Но когда Сам Бог пришел, Он не работал во имя кого-либо, и в Своей работе не представлял никого, кроме Духа Божьего. Бог пришел, чтобы непосредственно выполнять Свою работу. Человек Его не совершенствовал, и Его работа проводилась не на основании учений кого-либо из людей. На этом этапе работы Бог ведет людей не тем, что рассказывает о Своем личном опыте. Вместо этого Он осуществляет Свою работу непосредственно, в соответствии с тем, чем Он обладает. Например, Он делает работу мнимых служителей, времен обличения, работу смерти и работу любящего Бога. Все это работа, которая никогда не совершалась ранее, и это работа нынешнего периода, но не человеческого опыта, которые из изреченных мной слов относятся к опыту человека. Разве не все они приходят непосредственно от Духа, и разве они не провозглашаются Духом? Дело просто в том, что твой уровень слишком убог, и ты не в состоянии разглядеть истину. Практический образ жизни, о котором я говорю, необходим, чтобы прокладывать путь. И никто доселе не говорил о нем так же, как и никто этот путь и не был осведомлен об этой реальности. До того, как я изрек эти слова, никто никогда их не говорил. Никто никогда не говорил о таком опыте, как никогда не говорили они и о таких подробностях. И кроме того, никто никогда не указывал на подобное состояние, чтобы выявить эти вещи. Никто никогда не прокладывал тот путь, который я прокладываю сегодня. И если бы его прокладывал человек, тогда это уже не был бы новый путь. Возьмем, к примеру, Павла и Петра. Они не имели своего личного опыта перед тем, как пошли по пути, который прокладывал Иисус. Только после того, как Иисус проложил путь, они испытали сказанные Иисусом слова и тот путь, которым он их вел. Из этого они обрели богатый опыт и написали послание. Итак, опыт человека это не то же самое, что работа Бога. И работа Божья не то же самое, что знание, которое описывается представлениями и опытом человека. Я уже говорил снова и снова, что сегодня я прокладываю новый путь и делаю новую работу, и моя работа, и мои речения отличаются от слов и дел Иоанна и всех иных пророков. Со мной не бывает такого, чтобы я сначала обретал опыт, а затем говорил вам о нем. Дело обстоит совершенно не так. Если бы дело было так, то разве не задержало бы это вас давным давно? В прошлом знания, о которых многие люди говорили, также были возвышенными, но все произносимые имя слова основывались на учении так называемых духовных деятелей. Они не прокладывали путь, но исходили из своего опыта, из того, что они видели, и из своих знаний. Часть этого составляли их представления, а часть тот опыт, который они обобщили. Сегодня природа моей работы полностью отличается от природы их работы. Я не испытал руководство других, и я не принимал совершенствования другими людьми. Кроме того, все, что я говорил и чем делился, отличается от того, что было у кого-либо еще, и об этом никто еще никогда не говорил. В наше время, независимо от того, кем вы являетесь, ваша работа выполняется на основании изрекаемых мною слов. Без этих речений и проводимой работы, кто смог бы испытать это все? Испытания мнимых служителей, времена обличения и кто мог бы говорить о таком знании? Ты действительно не способен это видеть? Независимо от этапа работы, сразу же после того, как мои слова произнесены, вы начинаете общаться в соответствии с моими словами и работать в соответствии с ними. И это не тот путь, о котором кто-либо из вас помышлял. Зайдя так далеко, разве ты не способен увидеть такой простой и ясный вопрос? Этого никто не мог придумать, и это не основано на опыте какого-либо духовного лидера. Это новый путь, и даже многие из сказанных когда-то Иисусом слов более уже неприменимы. То, о чем я говорю, это работа по открытию новой эпохи, и эта работа стоит особняком. Выполняемая мною работа и изрекаемые мною слова, все это является новым. Разве это не новая работа сегодняшнего дня? Подобной же была и работа Иисуса. Его труд также отличался от проводимой людьми работы в храме, и равным образом он отличался от работы фарисеев, и ни одна из этих работ не имела какого-либо сходства с тем, что совершил весь народ Израиля. Засвидетельствовав это, люди не смогли составить свое мнение. На самом ли деле это было сделано Богом? Иисус не придерживался закона Иеговы. Когда Он пришел, чтобы учить людей, все, что Он говорил, было новым и отличалось от изреченного древними святыми и пророками Ветхого Завета. И по этой причине люди пребывали в неуверенности. Именно это делает такой трудной работой с человеком. До принятия этого нового этапа работы, путь, которому следовало большинство из вас, заключался в практике и вхождении на основании того, что было заложено теми духовными лидерами. Но сегодня совершаемая мною работа весьма отличается, и поэтому вы не можете определить, правильно это либо нет. Мне все равно, каким путем ты ходил ранее. И мне неинтересно, чьей пищей ты питался или кого ты принимал за своего отца. Поскольку я пришел и принес новую работу, чтобы вести человека, то все, кто следует за мною, должны действовать в соответствии с тем, что я говорю. Независимо от того, насколько сильна та семья, из которой ты родом, ты должен следовать за мной и не должен опираться в действиях на свои прежние практики. Твой приемный отец должен отступить, и ты должен предстать перед твоим Богом, чтобы искать свою законную долю. Твоя полнота находится в моих руках, и ты не должен обращать слишком много слепой веры к своему приемному отцу. Он не может полностью управлять тобой. Работа сегодняшнего дня стоит особняком. Все, что я говорю сегодня, явно не покоится на основании из прошлого. это новое начало. И если ты говоришь, что это создано человеческой рукой, тогда ты один из тех, чью слепоту не сможет излечить ничто. Исайя, Иезекий, Моисей, Давид, Авраам и Даниил были руководителями либо пророками среди избранного народа Израиля. Почему их не именовали Богом? Почему Святой Дух не свидетельствовал о них? Почему Святой Дух засвидетельствовал об Иисусе сразу, как только Тот приступил к Своей работе и начал изрекать Свои слова? И почему Святой Дух не свидетельствовал о других? Их, людей от плоти, всех именовали Господин. Вне зависимости от того, как их называли, работа этих людей представляла их суть и сущность, а их суть и сущность представляли их личность. Их сущность не имеет отношения к тому, как их именовали. Их сущность представлена тем, что они выражали и чем они жили. Во времена Ветхого Завета не было ничего необычного в том, что кого-то называли Господином, и человек мог именоваться как угодно, но его сущность и присущая ему личность оставались неизменными. Среди этих лжехристов лже-пророков и обманщиков разве нет также и тех, кого называют Богом? И почему никто из них не является Богом? Потому что они не в состоянии выполнить работу Бога. В основе это люди, обманщики людей, не Бог, и поэтому они не имеют личности Бога. Разве Давид также не назывался Господином среди двенадцати колен? Иисус также назывался Господином. Почему же только Иисус был назван воплощенным Богом? Разве Еремия не был также известен, как Сын Человеческий? А Иисус разве не был известен, как Сын Человеческий? Почему Иисус был распят от имени Бога? Не потому лишь, что Его сущность была иной? Разве это не потому, что совершаемый Им труд был иным? Имеет ли значение титул? Хотя Иисус также был назван Сыном Человеческим, Он был первым воплощением Бога. Он пришел, чтобы принять власть и совершить труд искупления. Это доказывает, что Личность и Сущность Иисуса отличались от других, которые также именовались Сынами Человеческими. Кто из вас сегодня осмелится заявить, что все слова, сказанные теми, кого использовал Святой Дух, исходили от Святого Духа? Кто посмеет утверждать подобное? Если ты действительно говоришь такое, то почему тогда была отвергнута пророческая книга Ездры? И почему то же самое было сделано по отношению к книгам тех древних святых и пророков? Если все они пришли от Святого Духа, то почему вы осмеливаетесь делать такой своенравный выбор? Компетентен ли ты в том, чтобы избирать труд Святого Духа? Много историй из Израиля также было отброшено. Если ты веришь, что все эти писания прошлого пришли от Святого Духа, тогда почему некоторые книги были отброшены? Если все они пришли от Святого Духа, они все должны быть сохранены и разосланы в церкви, чтобы братья и сестры их читали. Они не должны избираться либо отбрасываться по человеческому разумению. Так поступать неправильно. Слова о том, что опыт Павла и Иоанна был смешан с их личными видениями, вовсе не означают, что их опыт и знания достались от сатаны, но говорит только то, что кое-что пришло из их личного опыта и видений. Их знания находились в соответствии с общим контекстом реального опыта того времени. И кто мог с уверенностью сказать, что все это было от Святого Духа? Если все четыре Евангелия пришли Святого Духа, то почему тогда Матфей, Марк, Лука и Иоанн говорят разные вещи о труде Иисуса? Если вы не верите этому, то посмотрите на библейские повествования о том, как Петр трижды отрекся от Иисуса. Они все разные, и каждый из них имеет свои особенности. Многие из невежественных людей скажут, что воплощенный Бог был также и человеком, поэтому могли ли сказанные им слова полностью исходить от Святого Духа? Если слова Павла и Иоанна были смешаны с человеческой волей, тогда были ли сказанные Иисусом слова действительно не смешаны с человеческой волей? Люди, говорящие подобное, являются слепыми и невежественными. Внимательно прочти четыре Евангелия. Прочти места, где написано о том, что делал Иисус, и слова, которые Он говорил. Попросту говоря, каждое из повествований отличалось от других, и каждое излагалось с иной точки зрения. Если все то, что было написано авторами этих книг, исходило от Святого Духа, то все эти повествования должны совпадать и быть в согласовании. Почему же тогда есть расхождение? Действительно ли человек настолько глуп, что не может этого видеть? Если тебя просят нести свидетельство о Боге, то какого рода свидетельство ты можешь предоставить? Может ли такой путь познания Бога нести свидетельство о Нем? Если тебя спросят, если повествования Иоанна и Луки были смешаны с человеческой волей, то разве не смешаны с человеческой волей сказанные вашим Богом слова? Сможешь ли ты дать ясный ответ? Услышав слова Иисуса и увидев Его работу, Лука и Матфей основывались на своих знаниях и писали в виде воспоминаний, подробно описывая некоторые факты касательно Иисуса? Можешь ли ты сказать, что их знание было полностью открыто Святым Духом? Было много не имеющих отношения к Библии духовных лидеров, которые обладали большими знаниями, чем они. Почему же их слова не были приняты последующими поколениями? Разве не использовал Святой Дух так же и их? Знай, что в нынешней работе я не говорю о моем собственном видении, основанном на фундаменте труда Иисуса? И так же я не говорю о моих собственных знаниях в контексте работы Иисуса? Какую работу Иисус совершил в то время? И какую работу выполняю сегодня я? То, что я делаю и говорю, не имеет прецедента. Путь, которым я иду сегодня, никем не был проторен ранее. По нему никогда не ходили люди прежних периодов и поколений. Сегодня он открыт, и разве это не работа Духа? Даже если это была работа Святого Духа, все лидеры прошлого выполняли свою работу на основании, заложенном другими. Но работа самого Бога иная, так же, как и этап работы Иисуса. Он открыл новый путь. Когда Он пришел, Он проповедовал Евангелие Царства Небесного и сказал, что человек должен покаяться и исповедоваться. Когда Иисус завершил свой труд, Петр и Павел и другие стали продолжать работу Иисуса. После того, как Иисус был прибит к Кресту и вознесся на небеса, они были посланы Духом распространять путь Креста. И хотя Павел использовал возвышенные слова, они также основывались на заложенном Иисусом фундаменте, например, понятиях терпения, любви, страданий, покрытия головы, крещений, либо иных доктринах, которым должно следовать. Все это покоилось на фундаменте слов Иисуса. Они не могли открыть новый путь, потому что все они были людьми, которых использовал Бог. Лечение и работа Иисуса в то время не придерживались доктрины, и Он выполнял свою работу не в соответствии с законом Ветхого Завета. Это находилось в согласии с работой, которую необходимо было выполнить в период благодати. Иисус трудился в соответствии с работой, которую Он представил в соответствии с Его собственным планом и согласно Его служению. Он не работал согласно закону Ветхого Завета. Ничего из того, что Он сделал, не согласовывалось с законом Ветхого Завета, и Он пришел не для того, чтобы в своей работе исполнить слова пророков. Каждый этап Божьей работы никоим образом не предназначался именно для исполнения предсказаний древних пророков, и Он пришел не для того, чтобы следовать доктрине, либо преднамеренно реализовать предсказания древних пророков. Его действия, однако, и не нарушали предсказаний древних пророков, как и не создавали препятствий ранее совершенной им работе. Его труд основывался не на соблюдении какой-либо доктрины, но на выполнении той работы, которую должен был делать Он Сам. Он был не пророком или провидцем, но практиком, который реально пришел для того, чтобы совершить намеченное и открыть свою новую эру и выполнить свою новую работу. Конечно, когда Иисус пришел совершить свой труд, Он также исполнил многие слов, изреченных древними пророками Ветхого Завета. Равным же образом совершаемая сегодня работа исполнила предсказания древних ветхозаветных пророков. Дело просто в том, что я не придерживаюсь того пожелтевшего старого альмонаха. Вот и все. Ибо есть еще работа, которую я должен выполнить, и есть еще слова, которые я должен вам сказать. И эта работа и слова имеют куда большую важность, чем объяснение текстов из Библии, потому что такая работа не имеет для вас большой значимости либо ценности, и не может ни помочь вам, ни изменить вас. Я намерен выполнять новую работу не ради исполнения какого-либо текста из Библии. Если бы Бог пришел на землю только за тем, чтобы исполнить слова древних библейских пророков, то кто был бы более великим? Воплощенный Бог или эти пророки древности? В конце концов, пророки руководят Богом или Бог руководит пророками? Как ты объяснишь эти слова? Продолжение следует...